Знаю, что все вместе мы народ, и счастье мое летит, и радость моя поет. В теплый августовский вечер радость в буквальном смысле пела в сердцах всех жителей дома номер 7 второго микрорайона. Оставив на время повседневные дела, они собрались большой дружной семьей в своем дворе, чтобы вместе отметить день добрых соседей. А именно такие и живут в этом доме. Активные, трудолюбивые и отзывчивые люди, готовые объединить свои усилия для достижения общих целей на благо своего дома и города. В этом году здесь был создан свой ТОС, который жители назвали Орион. За короткий промежуток времени в доме уже видны изменения, и в этом заслуга всех жильцов. Соседи очень активно участвуют в жизни дома. Когда был субботник, выходило очень много людей, и даже которые люди не могли выйти именно в субботник, они выходили в любой свободный для себя день и что-то делали, подделывали, подкрашивали и все прочее. Сделали пороги. В этом году еще у нас будут ремонтировать фундамент, все штукатурить, белить и еще подвальные тамбура. Вот один нам уже сделали прошлый год, вот этот первый. Еще осталось вот остальные три нам тоже в этом году сделают. Мы уже даже знаем, какие даже будут работы у нас уже на следующий год. Жители очень активно участвуют. С такими соседями и жизнь вокруг становится прекрасней. Придомовая территория дома номер 7 – это уютный оазис, наполненный зеленью, цветами, малыми архитектурными формами, многие из которых сделаны руками жителей дома, на радость местной детворе. День добрых соседей позволил не только объединить людей разных возрастов и профессий вокруг своего дома, но и по достоинству оценить их труд по его благоустройству. Со словами приветствия и поздравлениями от имени главы города к жителям обратился первый заместитель главы городской администрации Александр Нистратов. Очень прекрасно смотреть, когда у всех такое прекрасное настроение, любоваться, когда здесь благоухожные клумбы, все острижено, хорошие подъезды, и это большой вклад ваш непосредственный. Десятки благодарственных писем нашли своих обладателей за бесценный труд и профессионализм, активную работу по благоустройству. То, что облик дома и двора меняются в лучшую сторону, отмечают и долгожители многоэтажки, в их числе и Лидия Дегтярева. Сейчас не узнать то, что было раньше и то, что вот сейчас. Очень много вот именно таких людей, которые хотели бы видеть свой дом вот таким красивым. Все это руками жильцов. Утречком, с тяпочкой, вечером, с поливалками. У нас не было столько растительности, ни цветов, ни кустарников. Это вот заслуга вот тех людей, которые живут здесь. Особого внимания в этот день были удостоены труженики тыла. Стражилы дома, ветераны боевых действий и труда, многодетные семьи и ювеляры семейной жизни. Я желаю вам, дорогие мои, чтобы праздник сегодня состоялся, чтобы на душе у вас было много радости, чтобы в вашем доме был мир и благополучие в ваших сердцах и в вашем доме. Среди награжденных супруги Мария и Анатолий Сукачевы, отметившие в этом году бриллиантовую свадьбу. На протяжении 43-х лет, которые супружеская пара проживает в этом доме, их крепкие семейные отношения являются достойным примером для их соседей. В этом доме 76-го года. Снесли наш дом, а нам тут дали квартиру. Сначала мы семь человек жили в этой квартире, а сейчас с супругой вдвоем живем. Вот так удается часто играть? Нет, часто не удается играть. Сегодня-то сыграете с вами? Сыграю, сыграю с удовольствием. В рамках празднования Дня соседей работала площадка фестиваля «Тамбовщина за спорт». На празднике спорта и здорового образа жизни во дворе дома номер 7 каждый мог найти занятие по душе – от шашек дармрестлинга. Мальчишки и девчонки разных возрастов облюбовали турникеты, горку, песочницу. А также сделанный жителями из подручных материалов необычный автотранспорт. Праздничный вечер украсил выступления творческих коллективов города, к которым присоединились и талантливые жильцы-многоэтажки, а также их добрые соседи. Ирина Пивоварова, Виктор Викторов. Наш город. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова